ну что добрый вечер дорогие друзья возлюбленные господом и можно этот перечень перечислять перечислять кем мы являемся да слава богу может этого там в семье муж смотрел на жену говорил там какими-то ласкательными такими словами но придя в дом божий знаете наш спектр немножко расширяется да можете присесть ненадолго или вы знаете что сегодня долго длинные псалму и вы думаете все пастор начнет ошибаетесь вот как раз наоборот сегодня будем стараться чтобы этот апсалме говорил говорить недолго слава богу и вот находясь уже в доме божьем когда мы соприкасаемся с духом божьим всего словом спектр расширяется сегодня мы возлюбленные уже не только своими родными но мы возлюбленные господа сегодня мы уже праведные сегодня мы же спасенные это и можно перечислять 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 вот по мере того насколько это для нас становится откровением по мере этого можно и провозглашать тоже на свою жизнь слава богу и уже есть у нас сложившийся план в течение какого-то времени каждое служение мы начинаем начинаем с псалмов восхождения и сегодня у нас по очереди 131 первый псалм сразу хочу сказать он очень сложный но я его постараюсь упростить взять всего лишь нас взять несколько мыслей с него потому что я изначально этот псалм разделил на три части потому что три основных мысли которые витают в этом псалме и вот когда павел горит колоссян чтобы назидали друг друга псалмами вот как раз именно этот псалм как не есть который научает и на самом деле назидает то есть приносит для нас определенное поучение поэтому и и и и естественно очень жалко что может этот сам об этом псалме нельзя охватить много о нем сказать почему по одной только причине что он содержательный в том что много надо знать исторических таких точек от которых необходимо отталкиваться для того чтобы уразуметь всю полноту содержания этого псалма но все равно есть основные мысли и вот в течение этой недели я размышлял над этим псалмом всякий раз когда я приходил к ему естественно перечитывал брал разные переводы под разным углом смотрел на это слово и вот я все таки пришел к нескольким таким вот умозаключениям я хочу с вами тоже поделиться этим почему потому что псалм учит естественно у меня возникает вопрос почему этот псалм он вошел в сам восхождение самом начале когда мы начали об этом говорить об этих псалмах мы выделили такое понимание что эти псалмы они имели определенное предназначение они имели предназначение для людей на были предназначены для людей которые и шли на поклонение господу в храм вот точно так как и мы мы идем на поклонение в церковь мы идем на поклонение нашему господу потому что не только прийти увидеть пообщаться услышать слово но прежде всего мы идем на встречу к господу хотя дверь сегодня к богу открыта в любое время и в любом месте мы можем это делать и я верю что не только сегодня кто-то сделает этот шаг на встречу господу и скажет господь я здесь для того чтобы тебя прославить и поклониться уже кто-то сделал уже может и не один раз до этого не только внизу на молитве но в течение дня кто-то делал почему то что мы уже оторвались от того времени когда только на определенной горе можно поклоняться господу я понимаю что сегодня время когда бог для каждого человека определяет место в теле христа и допустим каждый из нас мы можем ответить почему я сегодня здесь в этой церкви почему я здесь сегодня на этом служении по одной только причине бог для меня определил бог открыл для меня свою волю поэтому я сегодня здесь я делаю то что бог для меня имеет слава господу и наверное попрошу дарина прочитала весь 131 псалм потому что я думаю же неплохо когда слово божье оно звучит в доме божьем когда не просто можно сказать что есть 131 сам в библии я уверен что может даже некоторые согласятся с этим когда есть 131 псалм в библии потому что мы знаем сколько псалмов библии сто сколько кто больше кто меньше но одним словом есть да слава богу есть мы знаем что есть определенное количество этих самыми 131 сам он тоже есть и может сегодня когда я говорю 131 сам есть библии но если тебя задал такой вопрос а кто прочитал хотя бы один раз в своей жизни этот псалм кто-то отвечает все прочитали вот мне нравится такой подход все прочитали вот веры наверное поставим вас молит те кто ряд все прочитали поставим чтобы вы молились за нужды потому что такая вера великая слава богу это очень хорошо дарина пожалуйста давай песнь восхождение вспомни господи давида и все сокрушение его как он клялся господу как давал обет сильному иакова не войду в шатер дома моего не взойду на ложе мою не дам сна очам моим и вежда моим дремания доколе не найду место господу жилище сильному иакова вот мы слышали о нем и в ефрафе нашли его на полях и арима пойдем к жилищу его поклонимся под ножью ног его стань господи на место покоя твоего ты и ковчег могущества твоего священники твои облекутся правдою и святые твои возрадуются ради давида раба твоего не отврати лица помазанника твоего клялся господь давиду в истине и не отречется ее от плода чрева твоего посажу на престоле твоем если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои которым я научу их то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем ибо избрал господь сион возжелал его в жилище себе это покой мой навеки здесь вселюсь ибо я возжелал его пищу его благословляя благословлю нищих его нас ищу хлебом священников его облеку во спасение и святые его радостью возрадуется там возвращу рог давиду поставлю светильник помазаннику моему врагов его облеку стыдом и на нем не будет и на нем и на нем будет сиять венец его и все да скажут аминь тех кто следили за тем когда дарина читала теперь вы понимаете что на самом деле псалм очень сложный по своему содержанию что когда мы читаем я думаю что для большинства он остается непонятным то есть ефрем вернее какие-то ефрав то есть какие-то места какие-то скачки мыслей почему потому что этот псалм он имеет пророческий пророческий смысл пророческое содержание но первое то на что я хочу упростить почему потому что если мы начнем сейчас стремиться к тому чтобы понять смысл и содержание этого псалма чем он был вызван чем он был и чем это было все связано мы уйдем в саму историю потому что ну понять а почему почему вот так вот почему этот сам звучит первое то что я хочу вас обратить обратить ваше внимание это на первый стих вот в нем уже есть уже очень сильно глубокое содержание первый стих вспомни господи давида и все сокрушения его псалмопевец не написано кто написал этот псалм мы можем догадываться что это сделал очень хороший человек если это вошло в псалтырь значит это сделал хороший человек но то что происходит он ссылается на кого вспомни кого давида вспомни давида вспомни что все его сокрушения и вот то что осталось после давида это память потому что можно сказать давид говорит от третьего лица имея ввиду себя но я все-таки склонен что это говорит какой-то человек и он говорит он обращается к богу и на говорит вспомни давида и вот что произошло давид прожил определенную жизнь и его жизнь осталась как пример как наследие для последующих поколений вот почему этот сам он учит нас тому а что останется после нас если мы думаем что вера она остановится на нас то мы глубоко мы глубоко заблуждаемся мы сегодня стоим мы сегодня как иван как слово божье рит что нам доверено сегодня вера и то что мы делаем мы храним эту веру нам доверено вот как давид он прожил свою жизнь и его жизнь она осталась не замеченная она ее заметили поэтому человек который идет на поклонение господу он говорит вспомни все сокрушения давида точно так же и наша жизнь мы сегодня живем и нам может казаться что мы не замечены мы нас не видит никто но послушайте это заблуждение нас замечают точно так как давида замечали и то что замечали замечали его сокрушение он человек был исключительный вот чем мне нравится давид особенно когда изучаешь псалмы потому что часть псалмов она написана ним и когда ты изучаешь псалмы очень получаешь большое благословение для себя в том когда ты видишь открытое его сердце вот чем мне нравится его псалмы это тем что он наверное я употреблю такое выражение незакомплексованный перед богом и вот его незакомплексованность знаете его сокрушение вот его сокрушение его открытость ему плохо он говорит мне плохо я плачу он говорит я плачу мне так он говорит вот так и когда ты читаешь такое впечатление хочется сказать давид неужели у тебя нету ты должен был по совсем по-другому прийти и сказать твердо там исповедать свой я там еще что-то употребить но наоборот он сокрушается поэтому псалмопес он говорит вспомни сокрушение давида он ссылается на то наследие которое оставил до давид для последующих поколений и сегодня для нас это тоже как наследие тысячелетия прошли и сегодня мы соприкасаемся с этим словом и то что происходит мы назидаемся мы назидаемся мы получаем для себя определенное благословение от того когда мы читаем это слово потому что кто-то сделал что-то для бога первое после нас что-то должно остаться это урок и не что-то а наследие веры мы должны помнить что мы на виду нас видят нас видят видят и наше лукавство видят и нашу веру сокрушение почему то что может сегодня для кого-то прийти на это служение это на самом деле это сокрушение перед богом кто-то положил определенную цену может кто-то сидел за столом и ужинал или может кто-то и шел сегодня по моему рабочая суббота да прошлое было рабочее или тут или мы уже живем не в не во времени хорошо окей хорошо все у кого-то рабочая суббота у кого-то не рабочих кто-то еще подойдет и вот кто-то может и шел метро дарница вышел и думаю так идти на маршрутку и лети на служение и вот момент моего сокрушения перед господом сокрушится в том чтобы прийти в дом божий есть вещи которые останутся замечены знаете сегодня утром я проснулся как обычно в 6 утра у меня подъем я молюсь определенное время потом опять молюсь очень хорошо и знаете солнышко светит какой-то такое приятное состояние хотя выглянул морозно так хорошо так чудесно так слава богу и думаю ну я сейчас пойду еще на молитву на что я все равно еще перед служением молиться за служение я уединяюсь из ухожу из дома и молюсь на свежем воздухе и вот я вышел когда я начал молиться то что я почувствовал в мой дух начало спускаться такое какая-то такая атмосфера тяжелая 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 я сразу знаете чувства те кто наверное вот проповедуют они знают с этим чувством когда тебе надо служить ты знаешь как когда эта атмосфера она начинает наполнять твой твой внутренний человек твой дух начинает наполнять это как свинцовые облака которые опускаются и ты начинаешь по-разному есть разные моменты но я знаю что это для меня это побуждение к молитве и всегда в таким в такой момент я задаю такой вопрос господь почему у меня это переживание если утром когда я молился и я чувствовал такое блаженство такое радость такое впечатление вроде небо пришло а сегодня я уединился на улице и я чувствую внутри эту тяжесть внутри себя в моем духе и бог начал мне давать понимание важности молитвы за семьи молиться за детей молиться за спасение родных и бог знаете вот через это чувство он привлекает мое внимание к себе потому что можно знаете когда у тебя все так в душе хорошо ты в духе такой на подъеме ты будешь видеть только небо эти облака и как птички поют как хорошо как солнышко и ты кроме этого ты не ты ничего не заметишь но как раз когда внутри приходит это томление в дух ты начинаешь замечать то что бог желает увидеть ибо говорит это время войны и очень колоссальной войны ибо говорит эта атмосфера которую переживает сегодня многие в своих сердцах находясь своем доме и я первое то что я начал естественная молиться за за церковь молиться за людей которые сегодня переживают эту тяжесть внутри своего сердца соприкасаясь со своими родными и я понимаю что многие сегодня переживают сокрушение в своей жизни как давид немногие я сегодня выходи выходя идя на служение уже оделся сказать жена как я выгляжу как я выгляжу она смотрит она скажет что хорошо она говорит хорошо люблю благослови она благословляйте пусть бог благословит пусть употребит пусть использует тебя я все эти я благословляю все я пошел но я знаю что немногие люди кто сегодня и шли на это служение они получили благословение от своих родных от своих детей немногих сегодня бог благословил немногих сегодня господь благословил через уста своих родных мужей детей и тех кто остался дома и многие ушли на самом деле с сокрушенном духе в тяжести за понимание за своих родных я хочу сказать это ваше сокрушение это ваше сокрушение перед богом послушайте которое придет в свое время на память тем кто вас не благословлял кто может даже хулил кто может даже не говорил ваш адрес слова ободрение но послушайте это придет на память ваше сокрушение я не знаю я не могу сказать что именно этот псалм и эти слова написал тот человек который не ободрял веру давида его сокрушение потому что давид он был поклонником на самом деле вы помните когда ковчег в насилие давид разделся и танцевал и не все в состоянии были выдержать что это царь сошел с бумаг что это за сокрушение обычно царь должен стоять своими глазами тучи разгонять а этот вообще не смог выдержать и танцевал перед ковчегом и одна из жён даже возмутилась как это и бог наложил даже на нее проклятие я не знаю я не могу брать на себя такую ответственность сказать мне бог открыл я не знаю кто написал этот псалм библия сокрыла но я знаю я вижу что человек он ссылается на сокрушение давида почему потому что это осталось как наследие сокрушение не перед врагом сокрушение перед богом что такое сокрушение это отдать себя целиком и полностью на волю небесного отца вот точно так же и мы то что мы сегодня здесь находясь на этих служениях мы куем победу мы куем мы делаем наследие для своих будущих родных это то сокровище которое мы оставим которое мы оставим после себя почему здесь в этом салме тоже говорится об отношении давида к богу когда он говорит я не сомкну глаза пока ковчег не будет стоять на том месте на котором он должен стоять пока для него не найдется место показываются его отношения и вот сегодня это тоже должно быть для нас тоже быть хорошим уроком в то в чем мы должны тоже учиться о чем ревнует давид эти слова они показывают о чем ревнует давид он ревнует о присутствии божьем ему не просто ну надо какая-то религиозная обряд или какая-то религиозная традиция ему над и он нуждается в присутствии божьем почему то что ковчег божий он всегда символизировал присутствие божье и он как царь можно многими вещами было бы удовлетвориться в своей жизни найти удовлетворение для себя но тем не менее то что он рит я не сомкну глаз я не буду спать пока это я не не дам покоя себе пока не произойдет то пока ковчег божий он не вернется на свое место его отношения вторая мысль его отношения точно так же и мы наше отношение к дому божьему то что мы говорим в своих домах в местах которых мы работа где мы работаем как мы отзываемся о доме божьем как мы отзываемся о служителях послушайте это тоже своего рода наследие что можно приходить в церковь а домой приходите возмущаться и рить ой сегодня там проповедовал ой там то там то а тот а вообще а тот он так вот так послушайте это тоже наследие которое мы оставляем для своих родных временами есть вещи в которых в которых нас должны может как возбудить возврата привести нас определенную ревность когда мы с чем-то не соглашаемся ли нам что-то не нравится послушай начнет это молиться вообще вдвойне в тройне вот так как давид давида не устраивало что нет ковчега нету присутствия божьего на своем месте его не устраивало и он возмущался все не дам себе покоя кто сегодня может сказать в доме божьем когда есть вещи которые не удовлетворяет что я не остановлюсь молиться я возьму вообще пост я буду поститься пока не будет происходить то что бог обещает своем слове не прячьте свои глаза да это тоже наследие и послушайте это то что мы точно так же должны оставить вот эти вещи которые мы делаем мы сокрушаемся мы ревнуем в своих делах послушайте кого-то это раздражает и кто-то может сказать кого это раздражает но кого это может раздражать благие дела которые мы делаем кого-то может раздражать кого-то только дьявола правильно вот это подсказывает знаете кого родных родных неверующих это то что их это раздражает и послушайте любое раздражение то что оно делает оно оставляет отпечаток внутри человека как зарубку о которой ты ты потом долго долго помнишь поэтому временами мы хотим иметь такой знаете вид такой спокойный не приносить никакого никакой волны не приносить никакого раздражения послушайте бог будет допускать что наши действия они будут раздражать тех людей которые находятся рядом возле нас и некоторые пришли сегодня на это служение и их их может мужья как кольвы голодные в клетке остались чего она тогда выверлась а сколько детей которые может смотрят и тоже возмущается пошли туда и вообще и такая лицемерка тут с мужем по с папкой погаркалась а туда пошла там богу молиться там или еще то есть море море причин для того чтобы просто вот вызвать вот это раздражение вот вызвать это раздражение много людей которые раздражены тем что мы сегодня здесь но послушайте придет время придет время когда они будут знаете что вспоминать то что мы делали потому что мы сокрушали то чем мы ревновали а знаете в чем они будут каяться в том что они раздражали и не понимали то что мы делали когда я сегодня получил это слово в отношении молитвы за семьи что мы сегодня будем тоже обязательно молиться за наши зеленые списки а обязательно возобновим потому что молиться за наших родных бог мне напомнил одно место писания евреям 11 глава а ное написано ной получил откровение от бога верой и вот в этот момент когда я это место писания увидел послушайте то что я увидел ной получил откровение и вот ной получил откровение знаете то что я увидел что больше никто этого откровения не получил кроме одного ноя знаете что происходило с теми людьми которые смотрели на то что делал ной смели 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 первое они его не понимали потому что если мы посмотрим внимательно на этот стих бог ему сказал пойдет дождь все там будет происходить таки они его не понимали когда мы кого-то не понимаем и кто-то что-то делает что у нас вызывает что раздражение теперь послушайте не осуждайте тех людей у кого кто раздражается на то что мы делаем они не имеют понимания в этом эпизоде жизни вашего рода каждый из нас своего рода как ной в своем поколении бог дал если мне что-то бог дал если дари нет дал бог откровение если бог дал мне откровение то это не значит что это откровением этим откровением будет обладать даже мой родной человек в моей жизни так и произошло первый кто обрел спасение обрел я и мне казалось моя жена очень сильно обрадуется я стал на правильный путь я вышел в свет я имею откровение но это откровение которое было внутри меня да и ту и ту жизнь которой пришлось мне жить делать это начало вызывать раздражение в ней время пришло когда бог сокрушил и ее и время пришло когда уже на другу на других людей перекинулась эта зараза жуткое раздражение да но то что важно для Ноя было это выстоять то что мы можем смотреть на жизнь Давида он выстоял Ноя выстоял послушайте и для нас они сегодня тоже должны становиться этими героями веры на которых мы сегодня должны смотреть и кому мы должны сегодня подражать тем людям которые выстояли к сожалению сегодня есть какие-то людей которые подражают тем кто упали ну послушайте он упал ну и что он ушел он послушайте он оставил свое место свое служение ушел даже пусть в другую церковь ну он же ушел но ничего страшного откуда вы знаете страшно это или не страшно откуда ты знаешь страшно когда муж оставляет детей и уходит в другую семью страшно это или не страшно почему тогда когда есть вещи которые происходят они тоже внутри нас должны вызывать определенную реакцию определенную реакцию что ты понимаешь да это страшно да это ну это ну это не страшно а вот это вот это страшно поэтому первое это пример второе Давид оставляет отношение следующее я перескакиваю 17 стих там возвращу возвращу рог Давиду поставлю светильник помазаннику моему библия очень часто употребляет образный язык и я понимаю когда мы можем читать бог восстановит рог Давиду то есть это не смысл в том что допустим у него там одна из жен была в Версаве она ему наставила рога нет не об этих рогах говорится рог это власть это сила это продолжение рода и он здесь звучит как обетование бог восстановит рог Давиду для его для нас сегодня это обетование для нас сегодня это тот хлеб который мы должны вкусить и своей верой растворить внутри своего сердца понимая того что если я сегодня стою как Давид сокрушаюсь я сегодня переживаю за дом Божий я сегодня переживаю за присутствие Божие я сегодня ревную о самом Боге послушайте спасение оно придет в мой дом пусть может как головня выскочит с огня но я достаю до самого конца может как Ной заводил своих родных в ковчег и некоторые может в конце только начали осознавать что есть необходимость в том чтобы зайти в этот ковчег но они попали в этот ковчег вот точно так же то что будет и с нашими родными я хочу чтобы мы взяли это слово сегодня для себя как хлеб как манну может евреи собирали вечером эту манну но может сегодня вернее утром собирали манну но мы сегодня собираем эту манну вечером для того чтобы насытить своего внутреннего человека и сказать все то что я делаю здесь сегодня это не напрасно будет придет воздаяние придет благословение в мой дом на жизнь моих детей и тех кто сегодня раздражаются те кто сегодня негодуют тому что тому что я служу придет время когда они будут подражать каждому из нас что мы стоим я верю я верю я оставлю пример своим детям я оставлю пример своим внукам за меня молились я пришел к господу в 25 лет от самого моего рождения мои баба и дед они были верующие то что они делали они молились ждали 25 лет ожидали чтобы это произошло мой дед он этого момента не увидел моя бабушка этот момент она увидела и у меня получилась даже возможность вместе молиться хотя был момент когда я смотрел на ихнюю веру и знаете что она у меня вызывало раздражение потому что когда весь мир жил одними ценностями и когда ты слышал и говорили о каких-то других ценностях о каком-то Боге которого я не могу увидеть которого я не могу пощупать и каждое воскресенье как выходной как праздник надо гулять они идут на собрание это одно вызывает это вызывало одно вызывало раздражение но время пришло когда то что раздражало внутри стало частью моей жизни сегодня я сокрушаюсь и сегодня я ревную о Божьем присутствии сегодня я ревную о доме Божьем сегодня я ревную о том чтобы священники поднялись и стали в святости в святости Если до этого меня это никогда не волновало, до моего покаяния, меня это вообще не беспокоило, меня это вообще не интересовало, то сегодня я хочу видеть тех пастырей, как сегодня молитвенное служение молилось внизу, и один из блоков молитв был за пастыря, молились, Господь по Иеремии даст пастырей, которые будут пасти. И я думаю, Господи, я даже это место открыл, думаю, Господи, неужели это меня тоже касается? Кто-то провозгласил, и я буду пасти, Господь, сохрани меня, чтобы до самых конца дней своих, то, что я делал, я пас, не стрих, а пас, я кормил, чтобы у меня дерзновение, оно не ушло. И они молятся, все стоят молятся, я говорю, Господи, услыши, Господи, услыши, Господи, услыши. Был момент, когда меня это не интересовало, вообще не волновало, я даже не имел понимания. Но Давид, он оставил наследие, он оставил наследие свое сокрушение, он оставил свою ревность, он оставил свои желания, он оставил наследие. Даже враги, самый последний стих, как он звучит, прочитаю тоже. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Даже врагов облеку стыдом. Послушайте, мы можем сказать, это кто-то, враги там, дьявол. Нет, послушайте. Иисус говорит, враги домашние ваши. Вот стыдом. Будет им до глубины стыдно. Ну, доча, ну, прости, ты понимаешь. И там я говорила, и на церковь, и на пастыря, и на лидера, и на всех. Там негодовала, высказывала свое недовольство. Бог облекет этим стыдом, как, знаете, как тяжелым-тяжелым грозом. Я вчера с одним человеком разговаривал, а он рассказывал мне за одного олигарха, вернее, за нескольких людей, которые, ну, как управляют страной. Один закрылся и бухает. И я говорю, ой, созревает, созревает. Господи, отдай его нам, Господи, отдай его нам. А второй, говорит, на кокс присел. И ты понимаешь, Господи, опять-таки, отдай, Господи, дай нам остров. И эти, отдай их нам, чтоб и палатки обновились. То есть, и все. И, может, и мост, и электричество кинули. Ай, Господи. Да, 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 да. Позавчера на утренней молитве меня Бог побудил молиться за нашего президента. Я обычно, ну, молюсь из-за послушания. Это просто, насколько коснулся моего сердца. Сердце. Я просто молился, говорю, Господь, помоги ему. Вот помоги. Не буду пересказывать все до конца, что на мое сердце пришло какое-то желание. Но насколько... Я понимаю, что это тоже время. Люди. Враги. Знаете, кто они? Они люди. Враг. Пока Бог не прикоснулся и не произвел, не принес это бремя. Кто-нибудь из вас хотя бы раз в своей жизни переживал стыд? Что-то сделал или сказал? А потом ты спать не можешь. Ой. И куда бы его деться? Ой-ой-ой. И тебе так плохо. И ты никуда не можешь спрятаться. Как один человек говорит, а лучше бы мне на палец наступили, чем моя душа болела. Временами легче, когда палец на руке или на ноге болит, чем душа болит. Говорит, а будет. Поэтому пусть сегодня душа ничьянь, она не смущается. Не смущается. Научитесь, научитесь, слушайте сюда внимательно, научитесь смотреть глазами Бога на те обстоятельства, которые приходят в вашу жизнь. Не только там заболел и ты смотришь, как Бог исцелил еще. Научитесь смотреть, как Бог смотрит на врагов. Кто-то сегодня высказывает свое мнение или свой негатив в ваш адрес или в наш адрес высказывает. Послушайте, посмотрите, как Бог говорит. Время придет, когда придет время стыда, будет так стыдно, будет так стыдно, что ты себе места не будешь находить. Ты места себе не будешь находить. Поэтому все то, что делаем сегодня пред лицом Господнем, послушайте, это первый, тот, кто замечает, это тот, перед кем мы это делаем. А второй, тот, кто замечает, это тот, кто сегодня не в состоянии был нас благословить на то, чтобы мы сегодня сюда пришли. Это наши родные, это наши близкие, те, кто приносят печаль, те, кто приносят разочарование, но я хочу сказать, они не выпадут. Если мы их раздражаем, послушайте, и они нас раздражают. Да? Раздражают? Это раздражают. Чего ж не раздражают? Своим неверием. Ты скажешь, да сколько можно тупить так? Ты что не понимаешь? Тебе что не доходит? Что Иисус Господь? Тебе что не понимаешь? Жизнь на этом не заканчивается. А он тебе начинает. А там тот, по мере того, по какому болоту он походил. Он начинает это болото отряхивать на тебя. И тебя это тоже раздражает. А раздражает? Тогда будем еще усиленнее за это молиться, чтобы Бог сокрушил, чтобы наконец-то этот стыд пришел, чтобы пришли как помидоры утром рано. Стыдно, прости. Что там говорят? Куда там надо идти? Где надо каяться? Что надо делать? Дождемся этого момента. И все мамки скажут. Аминь. И все жены скажут. Аминь. И все мужья да скажут. Аминь. И все святые да скажут. Аминь. Слава Господу. Поэтому мы учимся. А опасен тот, кто учится. Потому что тот, кто не учится, тот не опасен. А опасен тот, кто учится. Почему? Потому что то, что происходит, он снаряжается. И внутри то, что ты начинаешь замечать, внутри начинает что-то возрастать. Внутри начинает что-то появляться. Ты уже перестаешь быть пустым. Если ты как завялый цветочек, когда какая-то атака приходила на тебя, и ты как завялый цветочек становился, то потом послушай. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Я знаю ваше будущее. Хотите, я вам погадаю. Знаете, что будет? Вам будет очень сильно стыдно. Я вас уверяю, придет момент, когда вам будет очень-очень стыдно за то, что вы себя так вели. Вы так говорили. Вы так говорили. Да, 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 да. Некоторые, о, Господи, открой будущее. Вот открой псан и читай. Кому что? Как тебя будут вспоминать? Как меня будут вспоминать? Так, как ты сокрушался. Так, как ты ревновал. Так, так ты останешься в памяти. Я сегодня приехал на служение. Стоит Юра на машине. А у меня внутри какая-то такая Сашина, Юра на машине. А у меня внутри какая-то такая радость. Думаю, вот радость от того, что есть эти люди. Что они пришли. Что они сейчас, я знаю, что они служат. Я сейчас спокойно иду на молитву искать лица Божьего. А я знаю, что кто-то где-то служит. Думаю, слава Богу. Неужели я это заметил? Бог это заметил? Послушайте, кто-то еще заметит? Куда они там эту каждую субботу гоняют? Есть такие, Юрка? Есть, кто раздражается? Да есть. Есть. Есть те, кто еще, кто внутри там напильником. То есть, ничего. Скажи, я знаю ваше будущее. Я знаю ваше будущее. Не надо их отправлять в ад. Я не хочу, чтобы те, кто родные наши, близкие, мы никого не отправляем в ад. Послушайте, мы поэтому здесь и стоим. Зубами держимся. За Господа, за Его обетование. Надо будет, будем лбами оббивать престол небесный. Если надо, будем не просто молиться, а будем взывать и просить Господь. Спаси. Пусть спасение придет в наш дом. Поэтому сегодня мы не просто здесь проводим время. Послушайте. Не просто проходит сегодня этот день. Не просто обыкновенное служение. Это прокладывает путь в чье-то сердце. Бог производит свою работу. Вспомни Давида. Вспомни, Господи Давида. Я понимаю, что никто не будет стоять перед Богом и вспоминать. Вспомни Владимира. Никто не будет с моих родных. И пусть этого не... Но все будут внутри вспоминать с благодарностью. каждого из нас, что мы стояли. Почему? Потому что время пришло. Если бы Ной профилонил то откровение, которое Бог дал ему, знаете, первые, кто пиос за ноздрю взял бы? Это тех, кого он раздражал. Они сказали, ты балбес, тебе Бог открыл, ты глупый человек. Как ты мог не послушать Бога? А теперь что? Плавай! А теперь тонуть? Первое. Тех, кто были бы недовольны. Вот почему нам сегодня необходимо выстоять. Выстоять. Несмотря на все нападки. Несмотря на все то, что приходит в нашу жизнь. То, что нам необходимо, это выстоять. Повернись к твоему соседу и скажи, Настя, выстоять! Лена, выстоять! Не разменяться! Таня, выстоять! Да! Да! Твоя мамка тебе сегодня, Ирина, благословила на служение? Она не в состоянии этого сделать. Она не понимает. Она в состоянии будет сделать только тогда радоваться, когда она будет сидеть вон там и будет руки поднимать вместе со своим папкой и скажет, и скажет, Господи, спасибо! Кума, Кума, ты бачишь, что до моей дочки стоит? Ты ба? Давай до моей дочки стоять. Да, до этого она будет молчать. А куда твоя дочка пошла? Да я не знаю. То ли где-то куда-то там, где-то куда-то пошла. Они стыдятся нас до того момента, пока Бог не придет в ихнюю жизнь. А мы этот мостик, вот почему написано, неверующая жена, что она делает? Что она делает? Освещает. Она освещает. Сегодня то, что мы делаем, мы освещаем тех, кто нас не понимает, тех, кто отвергает, тех, кто с нами не соглашает. То, что мы делаем, мы освещаем. Они даже этого не понимают. А то, что мы делаем, мы освещаем. Почему? Потому что мы мостик, мы этот канальчик между Богом и ними. Мы то связующее звено, Потому что это Бог через Своё Слово показывает духовные законы. Стоит этот канальчик разорвать и прийти соединиться, сказать, да, мой дорогой, ну дурна была, не туда пошла. Этот мостик, он разорван. Эта связь с Богом, она потеряна. И ты вроде как хорошая жена, ты угодила своему мужу, или ты как хороший муж, ты угодил своей жене. В моей жизни тоже звучало такое условие, выбирай, или я, или Бог. И ты, ой-ой-ой, особенно когда ты в приймах живёшь. И у тебя нету запасного аэродрома. Если бы мамка была на соседней улице, ну, конечно, Бог. Я пошёл, жена, пойми меня правильно. Да, и в этот момент, конечно, для тебя. Говоришь, ну, дорогая, Бог, и ты, да, на выход. И ты выходишь на выход, сокрушаться дальше. Господи, сделай что-то с ней, я же знаю, что ты живой. И тут вот самые искренние молитвы, знаете, когда придавил. Придавил, и ты такой искренний, как Давид, начинаешь елино разливаться. Ты уже там не провозглашаешь, потому что после служения тебя зарядили. Ты провозглашаешь, ты со служения идёшь, господь, дьявол, отойди, провозглашай спасение над домом. А домой приходишь, ты думаешь, сейчас такая овечка. А ты оттуда лёг. И ты становишься елиной. Господь, милость яви. Милость яви. Помилуй, захрани. Господи. Поэтому Давид прошёл. Всё, левиты поднялись, теперь и мы поднимаемся. Поднимаемся в своих сердцах. Пусть каждый сейчас ободрится. Мы стоим на этом месте. Мы стоим. Мы сегодня собираем наследство для последующих поколений. Для внуков, для правнуков. Если сегодня посчитать от Давида, кто мы приходимся ему. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Мы сегодня наследие, Отец во имя Иисуса.